Повестка дня 10-го заседания районного совета депутатов была очень насыщена. Вопросы, которые приняли к сведению и рассматривали народные избранники, касались как деятельности муниципального образования в целом, так и каждого жителя Ленинского района в частности. Одним из актуальных для всех пунктов повестки стали изменения закона о выборах и установление тарифа за жилищно-коммунальные услуги. Внимание на экран. В начале заседания депутаты района были проинформированы об изменениях в 131-м федеральном законе, которые вступили в силу 27 мая 2014 года. Согласно им, большинство полномочий сельских поселений передаются в район. Также помощник видновского прокурора доложил об изменениях закона Московской области по назначению и наделению полномочий главы Ленинского района и формированию советов депутатов района и города Видное. Теперь будет глава выбираться из числа члена советов депутатов. Но данная полномочия будет действовать теперь уже с нового созыва. То есть те выборы, которые проходили в прошлом году, все так и будет. Единственное, что в следующем году, как мы знаем, заканчивается полномочия главы Ленинского района. Вот в этом случае будет формироваться уже из числа действующих членов советов депутатов в избирации глава, который будет одновременно и председателем СССР и главой района. Законодатель дал три месяца на внесение соответствующих изменений в уставы Ленинского района и городского поселения Видное. Затем депутаты приступили к рассмотрению повестки дня. Первый вопрос — утверждение 10 кандидатов в общественную палату Ленинского района. Напомним, что состав палаты определен в 30 человек. Первую десятку уже утвердил губернатор Московской области. Оставшуюся треть кандидатов определит региональная общественная палата. В состав общественной палаты района войдут представители всех поселений. Мы смотрели, чтобы вошли, во-первых, по профессиям, чтобы были все. То есть здравоохранение, образование, бизнес, культура, молодежь, спорт. То есть все направления. Естественно, возрастной центр смотрелся. Смотрелся узнаваемость, чтобы человек проживал именно в нашем Ленинском районе. Список кандидатов был утвержден районными депутатами единогласно. А вот следующий пункт повестки дня вызвал некоторые вопросы. Речь шла об установлении размера оплаты за содержание ремонт жилого помещения. В соответствии с утвержденными стандартами, рост платы стоимости жилищно-коммунальных услуг не должен превышать 5,3%. Увеличение платы граждан за содержание жилищного помещения в денежном эквиваленте составит по однокомнатной квартире 62 рубля в месяц, по двухкомнатной 84 рубля в месяц, по трехкомнатной 104 рубля в месяц. Также на плечи собственников жилых помещений ложится оплата электроэнергии на общедомовые нужды, что относится к коммунальным услугам и рассчитывается по показаниям приборов учета. В таком случае оплата не должна превысить 5,6%. Для примера депутатам были предоставлены расчеты по отдельным домам. В Комске проезд расход норматив мест общих пользования лестничной клетки, подвалы 0,74, фактически по приборам 0,36. В денежном выражении норматив 2,17, факт рубль 0,4. Приблизительно где-то на 40-50% от норматива потребления электроэнергии в местах общего пользования по приборам учета меньше. Данный вопрос был вынесен на совет депутатов, так как собственники не определились с объемом тарифа на собраниях. В этом случае жилищный кодекс предписывает органам местного самоуправления утвердить тариф. Когда утвержден будет тариф, мы проинформируем на платежных документах, дополнительно на информационных счетах и дополнительно сделаем разноску в почтовые ящики. Вопрос был принят большинством голосов. По мнению депутатов, которые высказались отрицательно, принятие нового тарифа требует дополнительной проработки. Также депутатами были рассмотрены и другие вопросы. Подробную информацию можно найти в газете «Видновские вести» в приложении «Советская площадь». Татьяна Акимова и я, Дамия Елена Кошелева, Видное ТВ.